Уважаемая публика, и перед тем, как я представлю вам соперников, с удовольствием сообщаю, только что поступила информация. Чеченский борец греко-римского стиля только что в Риге на чемпионате Европы со счетом 9-0 завоевал титул чемпиона Европы. Это Исламбек Абиев! А сейчас я представляю вам бойца синего угла. Его 28 лет, его рост 162 сантиметра вес 57 килограммов. Его профессиональный рекорд 6 побед при 3 поражениях. Стиль бойца боевое самбо. Россия, город Горн-Алтайск. Аскор Толкин! А в красном углу, боец, которому 30 лет, его рост 171 сантиметр, вес 54 килограмма. Его профессиональный рекорд 18 побед при 7 поражениях. Стиль, в котором он работает ММА-представитель бойцовского клуба Ахмад. Россия, Чеченская республика! Иллюз! Иллюз! Бойцы, населите ноу. Итак, дорогие друзья, всемирный бойцовский чемпионат Ахмад, гран-при 2016 года. За пояс чемпиона Лиги Ахмада розыгрыш 1-4 финала. И сразу же девятая пара сегодняшних бойников. Весовой дивизион 56 килограммов 700 граммов. Янусь Явловев, Россия, бойцовский клуб Ахмад. 18 побед, 7 поражений у этого бойца против Аскара Долчина, Россия, Алтай. Первый рамп. 6 побед и 3 поражения у Аскара Долчина. Да, нужно отметить, что Аскар Долчин вышел на замену за буквально пару дней до поединка. И, соответственно, не смог ложиться в рамки весовой категории, что неудивительно. И начинает этот бой с желтой карточки в своем пассиве. Да, сразу же скажу, кстати, вот в дополнении. Здесь вертушка с стороны его, его в печени. Левшее работает Аскар Долчин. Да, вот удар под туловище. Мидлкик под проход. Проход с нами не здорово, не отпускает его грамотный проход. Очень хорошо был с стороны его. Есть первый тейкдаун от представителя бойцовского клуба Ахмад, которому сегодня удостоена честь открывать вечер. Этот вечер, да, вот именно представительство нашего клуба. Да, Аскар Долчин, 57 килограмм. У кого он вчера на взвешивании. Представляете, дорогие друзья? Но при этом Юну с Юлой 54 килограмм. На три голова он был легче. На вчерашнем взвешивании 162 сантиметра. Ворота снаноточена. 171 кг с Юлой. И посмотрите, что происходит сейчас. Да, вот занимают позицию бэк-маунт со спины. И Юну сейчас будет пытаться раскрыть защиту Аскара Долчина ударами. И, соответственно, да, провести удушение, удушающие. Аскар очень грамотно контролирует руку Юноса. Очень близко, Юлой. Хорошо, Юлой. Отдает. Простянул хорошо, очень на ногах, конечно. Замок великолепен. Да, пока не получается соединить до конца. Он очень близок, очень близок к Юлой. Так Юноса, если он вот сейчас опять зацепил замок, и опять возвращается в ту же фазу поединка. Все требуют растянуть как раз Аскара Долчина. Очень легко сказать, но очень трудно это сделать. Да, Аскар Долчин тоже не подарок. Так сказать, Аскар Долчин, появился комбист, который очень хорошо, да, вшел в начале своего карьеры. Постой, в боях у него есть поражение экстраментом поединке программы Расулу Албасанову. Два, которую мы комментировали три дня назад на ICB 31. Да, как раз Расул Албасанов. И, в котором мы видели сегодня, кстати, в углу Джареда Дилза. Был сегодня у Джареда Брукса. Да, грамотно защищается Аскар Долчин, несмотря на то, что попал в очень неприятную ситуацию, пока не может раскрыть его защиту Юнус Явлоя. Кстати, Максим, надо сказать, что тренируюсь, тренируюсь в одном зале с Юнусом, вижу, насколько он серьезно готовился к этому турниру. Это, вероятно, один из последних шансов завоевать что-то серьезное в своей карьере для Юнуса. Поиск родной лиги Атмак будет для него, конечно, хорошим трофеем спортивным бойцом. Да, Юнус Явлоев, напомню, 30-летний боец. Его база, базовое вида, это смешное яноборство. Возьми, 171 на сантиметре его рост. Да, вы правы, для этого Сау-Дивизиона 30 лет это уже серьезный ветеран. Ну и Юнус, что говорить здесь, уже несколько раз не доводилось его комментировать поединки. Он всегда показывает себя боевым бойцом, очень трудолюбивым. И действительно, при этом еще и опыт за плечами его очень серьезный. Поэтому Юнус никогда не отдаст бой в том понимании, если его можно завершить досрочно или удушением, либо боевым, либо нокаутом. Он это сделает как истинный профессионал. Да, нужно отметить, что Юнус до появления вот этой наилегчайшей весовой категории всегда выступал в категории до 77 килограммов. То есть он всегда выступал габаритом своим соперникам. И нужно откровенно сказать, что его не вели, потому что он соглашался на бои и за несколько дней, и с более крупными соперниками. И из-за этого, да, в своем родном весе ему удалось подраться вот только вот на вот этой части своей карьеры. Покупка уменьшающего. Близок, близок Юнус Явлоев. Близок. Скорболчин продолжает защищаться. Да, не дает он соединить захват Юнусу Явлоеву. Вы, кстати, в партере работали с Юнусом Явлоевым? Работал Юнус Явлоев очень большой мастер. Он показывал мне несколько приемов, как правильно их делать. Как правильно делать тот же треугольник. Смотрите, два ударов. Вот еще одна попытка. Да, вот. И тем самым он не раскрывает себя в концовочке. Все видел, чувствовал, тоже контролировал. Оскар Долчин закончен первый раунд. Бошамиль Магомедов, бойского чемпиона. Энтен Леонова во втором раунде сабмишином выиграл тот бой. В левше стоит Оскар Долчин. Да, но он и природный левша. На самом деле, и паузы возникают в этом лесе. Они не характерны. Для этого совминезона обычно динамики, как раз, паузы серьезные в стойке возникают. И это говорит о том, что оба парня не совсем уверены в этой фазе боя. Енус-то свое ищет, это понятно. Этот парень очень опытный. Но Оскар тоже побаивается пропустить контр-выпад от Енуса. Да, заряжен Енус. Вот правую руку постоянно держит наготове. Оскар, вот сейчас левый внутренний лоу-кик очень тяжелый. Левой ногой был исполнен как раз по внутреннюю часть бедра для Енуса. Но нет продолжения. Обычно вот должно быть действовать продолжение второй раз туда. движет к суставу, даже к коленам. Это очень такая опасная вещь. Будет такой удар травмировать. И, кстати, сейчас показал то же самое. Действие обманное, такое обманное ложное движение. И попытался поймать Енуса Илоева на раскрытой защите. Левой сбоку, коротко, в ближней дистанции. Но Енус увидел уже концовку этого действия и отзащищался. Да, вот сейчас защищается у сетки Оскар Долчин. Было там, было что-то подобие. Тиреатива, но не получилось. Енус принимает соперника от сетки. Вот сейчас попытается перевести в партер. Енус, конечно, опытнее намного. И при этом, вы знаете, еще маститель именно в борцовских элементах. Он как раз более хорошо обучен этому всему. Посмотрите, сейчас Оскар Долчин пытается нарушить правила. Вот как раз хватал он непосредственно клетку стакона. Сейчас Енус оказывается в положении. Докомпассия. Обидел Морозу по-своему еще очень жестко. Да, пока Енус в стиле раннего Вердумова. Приглашают партер соперника. Но, кстати, действительно, вы грамотно отмечаете раннего Вердума. Сейчас Вердум действительно другой. Человек занимается два дня в неделю боксом классическим. Три дня в неделю тайским боксом. Как раз у разных тренеров по тайскому боксу и тренер по боксу немексиканец. И то, что раньше делал Вердума, сейчас это два разных бойца. Кстати, знаю, Максим, что вам удалось пообщаться с Вердумом, когда он придал Грозный. Очень многое. Несколько дней мы провели вместе. И так бы сдружились. И, конечно, он очень откровенный парень. Немного мне что рассказывает. Любопытного по линии, в том числе, методик, различных техник и, в том числе, тактического выучения. Да, вот сейчас продолжает Вердум Сивилов работать со спины. Выбрасывает так называемые аппкики, удары. Снизу в партере, со спины пытается поймать соперника на этом движении. Но терпение рефери Ашота Ашудяна иссякло. И он поднимает бойцов в стойку. Заметил одну деталь, Максим. Юлиус Сивилов провел два поединка в Лиге Ахмаку. Сейчас первый гран-при Ахмак в этой же Лиге. Первый завершил засрочно в стартовом раунде. И вот во втором, когда не получилось завершить, возникли проблесные вырослости. Вот сейчас... Спасибо, Франа Ахмаку. Да, очень грамотно с Крылова причем. Вот такой опять проход у него под нижний уровень Лиге. И многие прям такой, конечно, он у него излюбленный, великает на него его исполняет. Да, очень низко, очень грамотно, четко проходит Юлиус. Так вот, позицию маунт занимает Юлиус Сивилова. Так вот, когда не удалось завершить поединок досрочно, Юлиус немного потерял свои кондиции. Да, выносливость. Но, видя, да, как он готовился к этому бою, думаю, сегодня не повторится этот сценарий. Если понадобится, Юлиус готов отработать все три раунда. Потому что очень серьезно готовился к этому бою. И по его, собственно, признаниям, это самый лучший кемп, да, и лагерь в его карьере. Да, Юлиус точно сделала, наверное, выводы. Свит по-прежнему. Свит по-прежнему. Свит по-прежнему произошел, но Юлиус-то сделал выводы. Однозначно, мы ему все тогда, мы просто всецело показали, что парень должен здесь поработать над собой, однозначно. И именно то ли нефункциональные составляющие. И Юлиус очень большой молодец, опытный парень. Конечно, все взял на вооружение. Необходимо сказать мне, конечно же, дорогие друзья, о тренерской составляющей клуба «Ахмат», который будет у каждого бойца, представителя «Ахмат». Рядом это тренер по кикбоксу Сайхан Жамалдинов, заслуженный тренер России. И в целом для клубов и «Ахмат» и «Беркут». Кстати, нужно отметить, что… Я знаю, Арби приезжает в «Ахмат» раз в неделю стабильно. Да, да, вот как раз по понедельникам его можно увидеть в зале «Ахмат». Очень сильный специалист, один из лучших специалистов Европы. Как минимум, вот смотрите, Юлиус сейчас охотится за печенью. Правый под туловищу такой разрезающий удар стал исполнить, и не получилось. Да, такая связка, джеб, левый джеб и правый фракейс. Вот сейчас внутренний лоу от Юлиуса. Вот Юлиуса обладает преимуществом, длине рот. Я думаю, можно было бы использовать его, постараться. Да, ну знаете, все-таки в последнее время Анино сняготеет, конечно, к работе в партере. Да, и опять процел, попытка прохода теряет все-таки функции, я вижу этот момент, потерял скорость. И вот это положение пассивное снизу. Да, то, о чем мы говорили и то, чего мы опасались в этом поединке происходили к Юлиусам Евлоевым. Но Скар Толчин приноровился в манере работы соперника. Но он теряет скорость, но незначительно. Теряет функции тоже незначительно. Но все-таки это произошло. Я думаю, что все-таки сказывается в воле Юлиуса в этом весе. Это, конечно, знаете, только природные качества Господа Бога. Для родителей могут что-то вот так, знаете, закономерность разрушить. И взять ее и на проверках. Может быть, это не тот суть. Да, вот, пожалуйста, перевод уже от 2-го большего. Разно он напугал. Вот треугольник. Я хорошо одел треугольник. И сейчас здорово тяга Кириловича. И вот победа Юлиуса Евлоева. Все-таки затягивал, затягивал ему Кириловича. Судьбе и затянул красивым образом. Выиграл красиво. Есть первая победа представителя бойцовского клуба Ахмад. Сделал этот замок. Это вот, я думаю, что работа Эли. Харсаева. Харсаева, да, он рядом. Неколепная работа. Именно тренера по грэпплингу джиу-джитсу. Треугольник. Наверное, он на него рассчитывал всегда. Потому что, находясь снизу, часто он по бою и в первом даже раунде уже были эпизоды. В втором и третьем особенно. Часто находился снизу. Он там и в основном все отдыхал. И плюс он рассчитывал на этот прием. Он любит треугольник. Однозначно. Да, вот то, о чем мы говорили. Вот на тренировках он часто отрабатывал. Показывал мне в том числе этот прием. Да, мы было вот, запереживали за Юнус на то, что он теряет свои функции. Да, мощь, силу. Но он, конечно, для себя сохранял вот этот секретик маленький, который он на итоге красивый отдел. Победа удушающим приемом присуждается Юнусу Илоеву. Очень, конечно, в отношении его соперника. Он старый Молчина, который не побоялся приехать за два дня для этого поединка. И показал себя очень достойно в этом бою. А Юнуса мы поздравляем великолепную победу. Поздравляю Молчина с Юнусом Илоеву. Удействительно заслуженная победа. Красивая, яркая и, знаете, с испытаниями. С испытаниями не так просто она далась. Поздравляю Молчина с Юнусом Илоевым.